вот он был на прошлом уроке и может мы читали как всегда если мы успеем если мы успеем давай а кто-нибудь кто был на прошлом уроке может сказать о чем читали потому что вижу многие новые лица давай олег такой по-русски чтобы что тут некоторые наверняка не поймут английский мы читали книжку про гарри поттера про то как дарит про то как про то как гарри поттер забрал вот друг к нему домой и волшебную комнату по вашему комнату объясни волшебную комнату говоря волшебную комнату кто сделал домашнее задание показывай давай да показывай кира да да извините ходила за ней ооо значит это твоя волшебная комната это тут шкафчик и стул на потолке к ним лестница идет которая качается вот стол такая кровать с гамаком и клетка с драконом ооо круто вот я занимаюсь прорицанием я хочу наверное быть таким ну с шаром прорицателем ааа круто а давай теперь олег олег сделал или ай данец вот а лосты ты сделал но потерял ладно а кто нибудь еще сделал давайте объясню что вообще происходит в этой книжке значит а кто-то есть кто-то кто вообще ничего не читал гарри поттера поднимите руку вообще не читал гарри поттера я не читал артем ладно а есть кто-нибудь кто может быть может быть что читал только первую книжку потому что мы тут разбираем прямо сейчас читаем вторую кто-нибудь кто не читал вторую есть мы вроде начинали что вроде начинали что начинали вторую читать ну ладно а значит давайте давайте объясню до какого места мы добрались а потом уже а потом уже разберемся только во всем остальном в общем значит мы дочитали до того момента гарри приехал в дом его его лучшему другу рону висле в гости ну то есть не в гости совсем потому что его потому что дерзли который у которых гарри жил заперли гарри у него в его комнате нельзя на самом деле назвать это комнатой но в общем где он жил и когда узнали что он не может против них использовать волшебство и они ирон спас гарри оттуда на летающей машине их мама на самом деле что-то делать но ничего в общем гарри теперь хотя бы свободен и а теперь гарри дома увидели у семей ирон и они и сейчас когда мы так сочетали они ходили рону в комнату но но кстати а кто-нибудь тут не знает семью висле поднимите руку если вы не знаете семью висле а все все знают хорошо и да сейчас они они только что были в комнате не грузится поэтому ладно ничего давайте я буду с книжки у меня тут книжка есть передо мной извините я не смогу вам показать на экране но ничего хотя бы будет чего-нибудь читать ладно значит а я уже объяснила значит кстати сестра рона джинни висле ведет себя очень подозрительно каждый раз когда видит гарри хотя он говорит что она обычно постоянно болтает убегает и прячется сейчас узнаем о чем все вот это ладно life of the bar is different то есть мы прошли что у него жизнь совсем другая чем дом потому что тогда его постоянно обижали а тут к нему обращается с великим уважением и и и и и и и и и почти 령 а ф но Dumbledore already knows you're here, Harry. Doesn't miss a trick, that man. You two got him too, she added. Fred and George ambled in, still in their pyjamas. For a few minutes there was silence, and they all read their letters. Harry told him to catch the Hogwarts Express at usual from King's Cross Station on September 1st. There was also a list of new books he needed for the coming year. Second year students will require Standard Book of Spells, Grade 2, by Remaranda Hoshawook. Break the Banshee, by Gildery Lockhart. Gading with Lockhart, by Gildery Lockhart. Holiday with the Hags, by Gildery Lockhart. Travels with Trolls, by Gildery Lockhart. Voyages with Vampires, by Gildery Lockhart. Wondering with Bubbles, by Gildery Lockhart. Gildery Lockhart, by Gildery Lockhart. То есть, все, кроме одной книжки, написано Gildery Lockhart. Вам не кажется, что это как-то странно, что одним человеком написано почти все книжки? Да. Вы бы хотели, чтобы все книжки были написаны вами? То есть, в школе одной из самых знаменитых на свете, все книжки были написаны вами. Да или нет? Не, наверное. Потому что тогда все говорят, ой, у них такая плохая книжка, например. Если что-то у тебя не выбралось, например. Ну, может быть, некоторым понравилось. Запомните, кстати, это имя, Gildery Lockhart. Вам будет очень интересно, наверное, тем, которые уже не знают, что будет дальше связано с этим человеком. Ладно, продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok. То есть, оказывается, не только у Гарри, но и у всех других людей других классов имеется такая же книжка, написанная Gildery Lockhart. И, он говорит, он говорит, он, он, я не фанат. Он думает, что это фанат. То есть, как вы наверняка знаете, выслив не самая хорошая ситуация с деньгами. У них постоянно не хватает денег. И поэтому, и George Great, ой, вот это все будет недешево. И я поглядываю на свою маму, а Мисс Визель говорит, у нас будет нормально все. Потому что, а у Гарри целый, целый этот, банк полон золота. Сравнение. В общем, представляете, что скажет выслика, когда он видит его банк. В общем. Вот. Are you starting Hogwarts this year? Harry asked Ginny. She nodded, блushing, to the roots of her red hair. And put her elbow in the butter dish. Fortunately, no one saw this except Harry. Because just then, one Zelda rather RTL walked in. With a prefect badge pinned on his knitted tank top. morning all said Percy briskly lovely day he sat down in the only remaining chair and leapt up almost immediately pulling from underneath him a molting grey feather duster that was what Harry thought it was until he saw that it was breathing Errol said Ron taking the limb pal from Percy and extracting the letter from under its wing finally he's got Hermione's answer I wrote to her saying we were going to try and rescue you from the Dursleys he caroled their altar apart inside just inside the black door and tried to stand him on it but Errol flopped straight off again so Ron laid him on the giant wooden side muttering pathetic then he ripped open Hermione's letter and write it out loud so if you are in the way you are in the way as Anita джинни оказывается начинать школу и он важный важный и и сказал его и потом а и он села стул оставшийся и там оказалось что он сел на на саму и который и который при которой я принесла ответ от гермионы потому что рон отправил и письмо спрашивая надо ли ему идти спасать гарри от дарт ли и сейчас узнаем что она там ему ответила а как вы думаете это согласилась сказал что говорит что он должен спасать гарри от дарт лиф или нет да надо его спасать или нет надо спасать да а кто-нибудь думает что надо что она страшна до его спасать ну ладно интересно а все свои варианты или кто-нибудь еще есть какие-нибудь причины явно нет ладно тогда тогда продолжим большинство человек думать что она наверно сказала что ему не надо спасать карри ладно узнаем узнаем ладно Продолжение следует... То есть Гермиона сказала, что привет всем, и привет Рон, и если ты там есть, Гарри. Надеюсь, все прошло хорошо, и вы ничего не сделали против правил? Ну, ничего против правил, только на машине съездили, которые против правил. Ничего особенного. Ничего против правил такого особенного нету. Ну, только машину, к которой нельзя съездить. Ездили. Ну, знаете, летающие машины. Ничего особенного. И я занимаюсь школьной работой, Герон, на этом моменте. Что? Как ты можешь школьной работой заниматься? Мы каникулы же сейчас. Ну, такой человек. А кто тут тоже бы занимался школьной работой на каникулах? Никто. Ладно. Кроме домашних. Кроме домашних, которые задали. Никто бы не занимался. Ладно. И она советует им встретиться в диагонали. То есть, когда они пойдут покупать свои тетрадки, она советует им встретиться. Ну, ладно, посмотрим, как это будет. И еще она хочет, чтобы они обязательно ей сказали, как только, что Гарри приехал нормально. И что все нормально прошло. Потому что... Она будет очень беспокоиться. Ладно. Продолжим. Ну, ладно. They could use real village balls, too, which would have been hard to explain if they had escaped and blown away over the village. Instead, the three apples for each other to catch. То есть, все знают, что такое village. Это игра, которую играют волшебники. Ну вот. А у визелях есть маленькая, они владеют маленькой частичкой земли. Ну вот. Представляете, что им надо было бы объяснять, если они использовали обычные эти шары для выдача, потому что они-то летающие обычные шары. Поэтому, что бы они объяснили тем людям в городе? Ну да, у нас просто несколько летающих шаров. Потому что маглам же нельзя говорить, что они волшебники. Про волшебную меру магла не должны знать. А тут, ну просто летающий шар. Поэтому они решили яблоки использовать вместо шаров. А кто бы тут рискнул использовать гвидочевые шары настоящие? Кто-нибудь тут рискнул бы? Никто не рискнул бы? No. Не. Ну, тоже правда. Все-таки. Представляете? А это что такое за шарики летают у нас? А вы бы тоже яблоки использовали вместо шарики летающих? Я бы, знаете, где жила? Что? Я бы жила, наверное, ну, где-нибудь в Истоке, у самого-самого моря. И у меня бы там, где никто не видел, там была частная территория, огражена таким высоким забором, что ничего не было видно. Ну ладно. Вот. И я бы так играла. Да, но ты настоящими шарами бы играл, а вдруг шары улетели бы? А, нет, там были такие отталкивающие заклинания. А, хитро. Чтобы, чтобы, чтобы смотреть специально вдруг, нельзя же просить шары. А кто-нибудь еще, у кого-нибудь еще есть идея? Нет, такая же теория. То есть, а вы тоже вместе были, жили бы, или как? Где бы жил? Я в том же. Хм, ну ладно. Интересно. О, придумала. Еще можно просто над крышей какой-нибудь. Кто над крышей? Над крышей это все делать. А, и еще вариант. Можно было бы, ну, типа, сделать огромный дом, и там будет такое место высокое для квиддича, и там будет, не будет окон, будет только как на сверху, да и то оно будет, ну, там будет очень много ламп, кольцев все стоять. Хм. Круто. И вы думаете, это получится? Ну, надеюсь на вас, что да. Иначе. А, Элла? Я бы, наверное, использовала шарики, я просто не успела. Ой, ну, в смысле, волшебные мечи. А, Манглом бы сказала, что это нанотехнологии. Новые технологии, которые летающие шары. Ну, да, обычные новые технологии. Летающие шарики, смотри, обычные новые технологии. Да? Ну, ладно. А кому-нибудь еще есть варианты? Или остальные просто не рискнули бы? Вообще-то, я не искну, а не очень. Наверное, это могут быть. Ну, да. А кто бы просто яблуками кидался? А что, если кто-то... А представляете, вы видите кого-то на метле? Что бы вы сказали Манглом? Если Манглом увидели кого-то, летающего на метле. Это что? Да, представляете-ка, а что бы вы сказали Манглом тогда? Что я знаю? Коля. Мам, уже надо. Я сказала бы, что это реактивная метла, и там сзади пропеллер. Вот. А, реактивная метла? Да. И это, типа, тоже новые технологии. Так как? Новые технологии, летающие мет... Бла-бла-бла. В общем. В общем. Ладно, интересный вариант. Ладно, значит, у нас есть реактивные метлы. Интересные варианты, скажем. Кого-нибудь еще есть какие-нибудь идеи? Или у нас только реактивные метлы? Я не знаю. Может, типа, почудилась. Эктивная технология и активные метлы. А может, типа, почудилась? Ага. Может, типа, почудилась. А кто бы почудилась, если вы не сказали, что... Пожалуйста, к психологу, у вас галю. Что? Идите, пожалуйста, к психологу, если вы увидели летающую метлу. У вас галю. Так можно сказать. Ну да, тоже можно сказать. А кто-нибудь поверил бы? Кто-то поверил бы, если им сказали, что... Ну да, реактивные метлы летают. Кто поверил бы? Никто, мне кажется. Никто не никто. Ну ладно, давайте продолжим читать тогда. Угу. Угу. Five minutes later, they were marching up the hill, brimstick over their shoulders. They had asked Percy if he wanted to join them, but he had said he was too busy. Harry had only seen Percy at mealtime so far. He stayed shut in his room for the rest of the time. Wish I knew what he was up to, once said Fred frowning. He's not himself. His exams results came the day before you did. Twelve vowels and hardly gloated at all. Ordinary wizarding levels. George explains, and Harry's puzzled look. Bill got twelve too. If we're not careful, we'll have another head boy in the family. I don't think I could stand the shame. То есть, появились результаты Персии на его тестах. Как вы думаете, какие результаты у него были? Кстати, он у себя очень хорошо в детстве, он такой хорошенький маминник, сыночек. Как вы думаете, какие у него акцентки, Олег? Five. А? Five plus. Five and plus. Ну да, если у него, если у него 12 этих, 12 тестов, сколько отлично у него будет, как вы думаете? Twelve. Да, 12 из 12. Поэтому, они, так же, как у Билла. И Фред очень беспокоится, что если они не ведут себя осторожно, то у них еще один head boy будет. То есть, верхний по поведению мальчик. Этого они не смогут, такого стыда они не смогут стерпеть. А вам было бы стыдно, как Фреду, или, может, ничего, ничего уже непонятно. А если бы у вас было в семье, главной в школе? Было бы стыдно или нет? Привет. Привет. Нет? Да. Хотя, а хотите, я вам магию покажу? Какую магию? Ну, волшебный шар. Давай. Сейчас. Волшебный шар сейчас покажу. О, волшебный шар. Ну, и что он делает? Ну, это тот шар, который я... В пророчестве. А, да, да, да. А ты видишь на пророчестве? Я, правда, им не очень хорошо пользуюсь. Да, папа мне показал большой шар вот такого размера. Стеклянный, в общем. И я такая, так, вижу я тут чего-нибудь. Предсказывает ли оно мне будущее? Ничего не увидела. Наверное, не умею пользоваться. Кстати, ты мне напомнила. Давайте я потом пойду потренируюсь. Посмотрим, смогу ли я... Смогу ли я тебя скоро вообще... Предсказывать в будущее? Не знаю, я волшебник по-настоящему. А? А ты нам рассказывал, в Хогвардс ходишь. Ты же нам рассказывал. Ты же в Хогвардс ходишь. Ну, это я хожу. Но там пока была только проверка памяти от Каниды Коктевра и рецепты волшебных пирогов от Сувазара Слизерин. Да. Но все равно круто. Уже. Да, наверное. Да, наверное. Да. Ну, на мне кажется, круто. Еще мы там смотрели просто... То есть не как проще дракона, а Гарри Поттера. Вы смотрели Гарри Поттера? Да. А, круто. Ладно. Давайте продолжим. А, Олег. Я хотел сказать, что я тоже волшебник. А? Я тоже хожу в Хогвардс. У нас тут полу людей ходит в Хогвардс. А ты по руке предсказываешь ли как? Да. Нет. Нет. Я думаю, я думаю, я думаю, и я могу видеть будущий, и я дружу в будущий. Я могу в следующий раз. Я могу писать в чат, но я могу сейчас. Я могу видеть будущий. Я могу видеть будущий. Ого, круто. Кстати, а знаете, что у меня есть? Что? Вот. Ладно, давай. Ладно. А, колласские вечеринки. Давай, Элла. Можно задать один вопрос? Давай. Скиньте мне, точнее, нет, просьбу. Скиньте мне, пожалуйста, геопозицию школы волшебников. Я вот на карте не могла её найти. Ира там, Олег, которые ходят в Хогвардс. Можно, пожалуйста, как туда добраться? А то как она попадёт в школу? А как там в книжке написано? На платформе разбежаться? Я там была, там целая очередь, там ждёшь час, там все стоят и фотографируются. Там гигантская очередь, именно на этом месте, очень смешно. Я там проходила, а рядом магазин ещё Гарри Поттерский. Кстати, а знаете что? Тут, например, есть такая штука, тут, например, вызывающийся эликсир слоёного пирога жизни, вот, такая-такая, еда разная. Есть. Ну, например, драконовое печенье. Драконовое печенье? А, ну да. Мы же каждый день... Драконовое печенье, яйца почти каждый день. А кто-то был на настоящей платформе? Или кроме мельной яблоки пригласил? Кто-нибудь был на настоящей платформе, Девяти? Я нет. Я была на настоящей, но там я решила не ждать, потому что там просто такие лучи, что ты думаешь. Лучше я пойду и зайду в магазинчик, который рядом стоит, и куплю там чего-нибудь. Карри Фоттерская. Ладно. А кто-нибудь хотел бы попасть через этот ход в Ходсфорвардс? А почему? Или вы думаете, что это уже понятно и так? Олег. Олег. Я хочу сказать две вещи. Я хочу учиться в Ходсфорвардс, потому что это очень хорошая школа, и я хочу показать вашу будущую. А-а-а. Ну да, потому что на самом деле... На самом деле, вы хотели обязательно ездить в Англию, чтобы каждый раз сделать? Может быть, вы все-таки хотели бы другой портал? Ну, может быть, не знаю, о вашей ванной комнате. Прекрасный полтат портал, мне кажется. Знаете, заходите, не знаю, или в шкафу вашем. Заходите в шкаф, и уже в кокурте. Или вы все-таки хотите в другую страну ехать? Чтобы попасть в вашу школу? В другую страну. А кто хотел бы просто ездить поблизости? Элла. Я бы хотела вообще телепорт. А, просто телепортироваться в другую страну, а потом телепортироваться... А потом там телепортироваться. Ладно, Олег. Или ты просто забыла пустить руку? Подарите мне телепорт, пожалуйста. Кто подарит Элли телепорт? Никто, что ли. А у кого-нибудь есть еще варианты? Они хотели бы... Они хотели бы... Чтобы близко был портал или далеко? Или всем вообще безразлично? Близко. А кто вообще не хочет попадать в кокурт? Думают, что-то, не знаю, слишком опасно. Кто-нибудь тут есть, кто не хочет вообще в кокурт? Есть. Я. А почему? Там драконы летают. На самом деле, там же сказали, что драконы не летают. Ну, на самом деле, если Хакбур разведет, то может будут летать. Но не должны летать. Да просто Гарри Поттеру не посчастливилось. У него постоянно то драконы, то эти... Ему не посчастливилось. А обычно, мне кажется, там должна быть достаточно нормальная жизнь. Видишь, ты кого-то? Особенно, что мистер и миссис Вейзли, у них же... Уродик же был бы мотнул. Не могу сказать, что все было нормально у них. Но у них же не было каждый год, то надо спасать этого камень, то себя, то книжку. В общем. Поэтому... В общем, плохо все. У Билла, мне кажется, и у Чарли, у них все было нормально. И у Перси, при этом, как Гарри пришел в школу. У всех было все нормально, при этом, как Гарри пришел в школу. Не заметили? У всех было все нормально. Все колдовское было нормально, пока Гарри не пришел. Ага. И вдруг внезапно все... В общем, тут иница появилась. Значит. Давайте продолжим. Значит, они сейчас выходят на поле, и мы должны бы обсуждать, как портал вообще работает. Ладно, давайте продолжим. Я не знаю, как Мам и Дады мы, чтобы платить, чтобы платить. Субтитры сделал Dursley. Он никогда не рассказал про то, что у него есть куча золота. Он не рассказал, потому что их ненависть по волшебству, наверное, не распростер так целой кучи золота. То есть он думает, что они, наверное, не будут ненавидеть кучу золота за то, что это волшебные деньги. Ну, тоже правда. Если бы вы ненавидели волшебство, это бы означало, что вы ненавидели кучу денег золотых, несмотря на то, что они волшебные? Кому не захочется куча золотых и куча золота? А кто-нибудь тут не захотел бы кучу золота? Есть тут кто-нибудь, кто не захотел бы... Я бы хотела серебряных монет. Ну, есть и серебряные, и золотые. Скилли. Скилли, галеоны и... Ну, еще что? Ну, еще и куча всего, да, в общем. Ну, да. Значит, на самом деле, он мог просто продать их в Маглумбире и стать очень богатым. А Рон говорит, ой, не знаю, как мы это все купим, а Гарри думает, у меня там денежки, банки, куча. Ой, много стыдно. Вы же представляете, у него куча, а эти не знают, как они себе форму купят. Ладно. Да уж, ситуация. Да уж, ситуация. Не говорит же ему, Рону, ой. Хочу, я за тебя куплю, потому что это как-то унижение немножко. Я за тебя буду теперь покупать. Как-то унижение, знаете? А самое время, что произойдет все-таки? Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok